Экстраполируем ли мы отношения с детьми? Конечно. Причем неважно, есть у вас дети или нет, у вас будет куча детей. То есть все, что вы будете в своей жизни выращивать, все, где вы будете себя отдавать и отдавать с удовольствием, вы будете выращивать детей. То есть будут это и ваши родные дети, и ваши внуки, и ваши проекты, и ваши бизнеса. Например, те, кто был у меня в коучинге, особенно в личном коучинге, они очень хорошо знают про этот перенос. Я выращиваю, то есть я стараюсь не впадать в маму и в ребенка, но я сознательно выращиваю в своих клиентах кого-то, то есть какую-то часть, которую нужно вырастить. То есть вы все равно будете что-то взращивать. Вот как только у вас есть удовольствие от взращивания, здравствуйте, в этой сфере вы родитель. Я понятно сейчас объяснила? И поэтому очень здорово, если вы понимаете, если вы, например, взращиваете свою компанию, то это не очень хорошая идея. Если вы взращиваете, не знаю, там, какие-то продукты своей компании, то это хорошая идея. То есть компанию взращивать не надо, а вот продукты, ну, там, создать продукт, этот продукт развить, вырастить, сделать его взрослым, ну, отпустить его в жизнь, дать этому продукту возможность потом позаботиться о вас. То есть стать ему таким, ну, взрослым ребенком, который будет уже, ну, вас поддерживать. Это, ну, неплохая идея. А в чем разница компания и продукт? Это открытие вообще принадлежит Хеллингеру. До этого эту тему о компании и о продукте очень сложно и долго объясняли, а он так все просто объяснил. Он сказал, компания – это всегда мама. То есть компания большая, вы маленький, она вас взращивает. И это ведь правда, нас бизнес взращивает. Правда это или нет, скажите мне. Кого-то он взращивает стать хорошей мамой. То есть бизнес, например, меня взращивает, чтобы я стала хорошей мамой. И я, взращивая свои продукты, взращивая своих клиентов, ну, учусь, ну, в таких хороших условиях становиться хорошей мамой. Кого-то он взращивает стать просто взрослым, кого-то он взращивает стать мужчиной, кого-то он взращивает стать женщиной. Даже интересно понаблюдать, что взращивание в разные периоды, оно может быть разное. Если вы уже где-то выросли, вы взращиваетесь в чем-то, ну, в какой-то другой сфере. То есть, например, я помню, как меня бизнес взращивал по-мужски. Потом меня бизнес взращивал как женщину. Потом меня бизнес взращивал как маму и папу. Вот я помню четыре таких ответственных этапа в моей жизни, где я в этих четырех сферах жизни стала взрослым человеком. То есть я стала понимать, как это устроено, как это работает. То есть бизнес всегда большой. И когда вы так относитесь к бизнесу, то вы же находитесь как бы, не как бы, а вы находитесь в правильном порядке. Просто проверьте, не относитесь ли вы к своему бизнесу как родители. А что происходит, если я для бизнеса мама, ну, или папа? Это происходит потому, то есть что происходит? Я только отдаю. Мы вкладываем время, усилия, устаем, а бизнес нас не кормит. Потому что бизнес, ну, ребёнок, он не может и не должен кормить, ну, родителя. Он максимум, может быть, что-то вернёт, когда вырастет. Вот когда вас на работе прёт, ваша работа – мама. Там может быть и мама, и папа, но мама, она должна быть там, ну, главным человеком. Потому что в нашей психике мама кормит. Мама заботится. Ну, мама взращивает. Папа учит жёстко. И когда вы хотите, чтобы бизнес вас кормил, меня спрашивают, ну, иногда люди спрашивают, Диана, в чём секрет там твоего успеха? И я не считаю, что у меня в бизнесе есть какие-то, ну, там, особые успехи. Но я точно знаю, что бизнес у меня идёт очень легко. Ну, легко, с удовольствием, хорошо приходят деньги. Вокруг меня работают очень, ну, приятные люди. У меня приятные клиенты. Мне нравится скорость, с которой я работаю. И вот мой бизнес – это мама. И получается, что чем больше вы исцеляете отношения с мамой, чем она у вас лучше в вашем внутреннем мире. И для вас ваш бизнес, мама, ну, ну, всё приходит мягенько, сладенько. А продукты, продукты, я их рождаю. Я автор этих продуктов. Тут, ну, никаких сомнений, они точно мои дети. Мы их взращиваем, эти продукты. Вот, и отпускаем, ну, на вольное хлеба. То есть, и когда продукты взрослеют, они начинают, ну, работать самостоятельно. Кто помнит бостонскую матрицу? Цыплёнок, звезда, дойная корова. Вот мы вырастили продукт. И продукт, ну, дойная корова, простите. То есть, он, ну, работает самостоятельно. И, ну, к нему приходят какие-то денежки. Как сделать, чтобы новый бизнес стал сразу приносить хороший доход, был родителем? Бизнес не может сразу приносить хороший доход. Бизнес должен, нужно вложиться, выстроить. Но если ты будешь сразу относиться к бизнесу, что ты маленькая, а он большой, то бизнес быстрее встанет на ноги. Я не очень хочу, чтобы вы в моём коучинге вели себя как дети и говорили, вот, как сделать так, чтобы исполнялись желания, как делать так, чтобы всё случалось само по себе. Я не верю, что бывает само по себе. Зато я верю, что когда вы внутренне делаете глубокую внутреннюю работу, и её делать проще, чем внешнюю, то внешний мир на это очень сильно откликается. То есть мир, внешний мир отражает внутреннюю работу. Но ничего не делать, я не знаю как. То есть я так в это не верю. Но если ты, Таня, спрашиваешь, что сделать, то сделать то, что видеть, что я маленькая, а бизнес большой. То есть что делать, создать это видение внутри себя. Ведь это правда, бизнес большой. Даже если он новый, то ты всё равно часть бизнеса, правда? Бизнес энергетически больше, чем мы. Потому что там есть, ну ты, есть ещё один сотрудник, есть клиенты, есть банки, через которые проходят деньги, есть налоговая. То есть бизнес – это некая большая структура, даже если это частное предприятие ЧП «Курятина». То есть ты единственный управляющий этого бизнеса. Всё равно ты взаимодействуешь с огромным количеством разных институтов для того, чтобы этот бизнес работал. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео. И вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!